Социально значимый объект обслуживает более 19 тысяч взрослого населения и более 5 тысяч детей. Это почти 500 посещений в смену. Теперь поликлиника оборудована в соответствии со всеми современными стандартами. Например, новый флюорограф пришел на смену старому. И если здесь ремонт уже подходит к логическому завершению, то в стационаре идет полным ходом. Отремонтирован третий-четвертый этаж полностью с заменой коммуникации. В стационаре в настоящее время идут ремонтные работы основных пролетов лестницы. Отремонтирована одна операционная на третьем этаже. Больница рассчитана на 226 коек. На ремонт потрачено более 300 миллионов рублей. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована уже на осень этого года. В рамках рабочей поездки глава муниципалитета Андрей Иванов оценил ход работ в городской больнице Звенигорода и отметил важность контроля за их качеством. В конце лета, в августе строительная и ремонтная работа в поликлинике закончится. Далее будем контролировать ход большой реконструкции в больнице. В рамках рабочей поездки глава муниципалитета не только посетил социально значимые объекты, но и встретился с местными активистами. Представители родительского сообщества Звенигорода ждали главу за круглым столом в Доме детского творчества, чтобы познакомиться и обсудить вопросы взаимодействия уже в составе Одинцовского городского округа. Мы сегодня говорили о культурном, о спортивном развитии нашего района. Мы сегодня говорили даже и о теме предпринимательства среди мам. И глава вовлечен во всем вопросам. Состоялся душевный разговор по всей палитре проблем, с которыми сталкиваются наши мамы вместе со своими детьми. Уверен, что наше взаимодействие будет выстроено, такое же, как и в Одинцовском районе было. Мы без этой обратной связи не сможем четко и правильно устраивать свои планы. Участники круглого стола предложили Андрею Иванову учредить орден материнской славы Одинцовского округа и обсудили субсидирование некоммерческих организаций, а также подняли вопрос о земельных участках с Венигородским многодетным семьям. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.